какие есть плюсы какие есть минусы если вдруг кто-то решил купить и покупает квартиру на этапе строительства дома здесь я рекомендую зрителям обращать внимание не на срок сдачи дома она срок передачи ключей основной по сути инвестор проекта который планирует продавать готовое жилье просто отнекивался что ты какую вы сайт вообще видели вообще не знаем о чем вам там обещали и тогда и все ваши претензии в том числе скорее всего юридические о том что вам на буклетах обещали одно и на сайте рисовали одно а по факту вышло другое они упираются в то что прописано договоре а там этого нет а сейчас мы с вами отправляемся слушать мнение жильцов которые так сказать на себе на собственной шкуре ощутили ожидания реальность и мы с вами отправляемся в жека геометрия поскакали и вот один уже друзья далекая и трижды проклята моя дорога девиз наш всем за одного и в этом был успех и так я в жека геометрия и мой герой мария которая сейчас будет отвечать на мои вопросы а тема такая ожидания реальность мария добрый день здравствуйте да спасибо во первых что согласились дать это интервью вопрос номер один когда вы покупали здесь квартиру квартира была куплена в августе 2020 года это за сколько времени до обещанной сдачи сдача совершилась в марте 2021 года но то есть вы покупали квартиру пока дом строился да он строился и никого сюда практически не пускали то есть вы не видели что будет а почему вы решили купить заранее почему решили купить именно здесь здесь решили потому что очень нравится парковый район близость к парку ну и много здесь родственников и это точечный дом что нам супругам очень понравилось что не будет много народу в доме получается локация локация то первую очередь локация хорошо когда вы приходили в отдел продаж вам что-то показывали и что-то обещали правильно вот что вам обещали показывали даже материалы обещали по материалам плитку показывали ламинат вообще примеры отделки фотографию рендеры и конечно же сам проект квартиры или мопов рекламкой били и мопов и квартиры и вы ожидали что мопы будут готовы и когда сюда вы уже заселитесь и квартиры будут в какой-то определенной отделки так да у нас отделка была чистовая то есть это и обои натяжные потолки то есть все готовое к заселению поэтому еще почему еще выбор и был сделан в пользу геометрии что здесь была отделка и минимальный ремонт должен был быть то есть вы надеялись сэкономить деньги то что сэкономить а просто заехать время сэкономить да получилось нет не получилось потому что сроки все равно сдвинулись понятно но про квартиру мы чуть позже поговорим давайте про мопы здесь насколько я знаю обещали четыре красивых мопа и это была фишка одной из фишек этого жека правильно да все верно обещали один моп то есть четыре секции в одной секции к воркинг в другой секции детский уголок спортивный и отдыха какую-то зону лаунж отдыха в итоге когда мы марте приехали на начало марта на задачу началась на 4 секции она была первая готова к сдаче здесь был просто черновые стены ничего не было вообще то есть то что видим мы сейчас это уже победа да можно считать да это уже какая-то минимальная отделка и уже начинают что-то из этого хотим что-то делать сейчас у нас уже июль на дворе получается март апрель май июнь 4 месяца прошло и собственно говоря вы до сих пор не получили то что вам обещали а что говорят доделают или или нет или или что говорят во первых сам застройщик он молчит то есть мы всю всю информацию сами выуживаем ходим к ним стучимся и когда же когда же просим дать хочет какую-то информацию что выяснилось что они говорят что проблема с подрядчиком был один подрядчик теперь другой подрядчик вот они сделали тендер нашли подрядчика и теперь новый подрядчик вышел на работы вот эти вот все четыре месяца они снова видимо искали подрядчика в общем ничего конкретного не говорят а вы пытаетесь связаться с отделом продаж где вы покупали квартиру очень много жильцов и туда обращалась и уже я насколько знаю в суды обращается то есть много очень недовольных ну какой-то определенного заявления от застройщика не было и даже в отделе продаж там отфутболивают то туда то сюда пишите не знаем потом когда-нибудь вот пока последняя информация что вот уже через звука то есть у нас у к теперь ты управляющая компания и через нее мы теперь получаем информацию что вот пришел новый подрядчик ли он приступил к отделке мог ну то есть все-таки они обещают доделать моб и да к сентябрю что здесь появятся каворкинги и детские уголки это один из ресепшенов это главный ресепшен с диванами здесь они когда-то должны быть ну и отделку вы сами видите в каком она сейчас состоянии когда появится пока никто не знает обещают к сентябрю а в каком виде вам это важно или не важно то есть то что вам показывали в буклетах вот так обещают вам сделать или вам уже все равно лишь бы доделали мне кажется большинство то все равно а мне конечно было принципиально и мопы с детской игровой зоной и детская площадка тоже выбор тоже ну как бы это был фактор плюсом выбрать именно это жека потому что ну для ребенка мне очень важно было чтобы был закрытый двор и такая большая песочница что можно было зимой с ним поиграть не выходя грубо говоря из дома внизу в мопах я например работаю удаленно и мне каворкинг был таким бонусом сейчас когда это все увидела конечно очень раскрывается но получается вас завлекли некими обещаниями которые перед вами просто-напросто не выполнили да еще раз давайте закончим с мопами то здесь должно быть четыре вида мопов которые которых нет которые обещают к сентябрю и мы кстати посмотрим в сентябре приедем и еще раз так сказать сделаем обзор что со двором давайте тогда пойдем и посмотрим что во дворе что обещали и чего вы не получили двор это вообще разочарование потому что нам обещали ну то что обещали закрытый двор он действительно закрыты на этом машин нет машин нет да обещали огромную песочку деревянную изначально в проекте была зона крытой беседки много мелких каких-то там качелек по факту мы получили маленькую песочницу в которой в час пик детей не влазит столько сколько есть а это еще не весь дом заселен у меня маленький ребенок и я просто смотрю в окно вижу что здесь 10 детей и я говорю ребенку нет мы сегодня туда не пойдем пока там не рассосется ну невозможно детям они друг другу к спине спиной там что такое пошатся в общем песочница это разочарование да еще на проекте очень красиво выделялись козырьки над входными группами над подъездами они были такие деревянные но мы их так и не наблюдаем то есть их и по проекту были по факту нет получается вот этот подъезд над ним должен быть какой-то небольшой навес от дождя снега и сейчас этого нет да сейчас получается ты когда дождь даже не можешь нигде тут на площадке спрятаться и по технике безопасности даже не знаю ты вот стоишь у домофона пытаешься открыть она тебя льет ну в общем это некомфортно понятно что нужен какой-то козырек но их по факту нет еще нет возможности некоторым жильцам вообще установить кондиционеры потому что запрещено на фасадах нет предусмотренного места для кондиционеров и сейчас вот в такую жару это очень актуально единственный вариант жильцы уже сами как-то додумали что у кого есть внутренние балконы которые часть квартиры так называемые зимние сады туда можно установить ну то там слив получается паночку что с деревьями я не вижу ни одного ни дерева ни куста да и газон то какой-то немножко странный такой уставший а ну вот в июне начале июня засеяли газон только засеяли его до этого здесь были такие папоротники с зеленью ну ука сказала что все будет у нас только вот начал расти газон по проекту здесь были деревья и кустарники сейчас сука говорит что будут только кустарники что деревьям здесь не место не будете деревьев я уточню мария а в проекте деревья были да и вам это нравилось его то что вы видели вы то есть это вас подкупила конечно было очень красиво были даже какие-то горки сделаны ну вот я имею ввиду типа альпийский город сейчас есть какие-то камни это вот те наваленные булыжники а еще такой момент что на проектах везде вот там было несколько просто этих проектов уже когда потом мы начали разбираться был первоначальный потом еще один то есть даже на самом сайте было вначале одна картинка рендер потом другая по периметру здесь была зона беговой дорожки то есть здесь была такая вот беговая дорожка по кругу то есть можно было бегать потом отдельно с баскетбольным кольцом была отделена зона отделена зона вот где такой аппендикс там должна была быть большая песочница деревянная то есть все на проекте было зонировано очень удачно по факту мы получили действительно бетон и пластик ну а что обещает застройщик они что сделают то со всем этим они приведут в тот вид который обещали или все-таки нет вы уже не надеетесь или как-то боретесь что происходит мы боремся только с собраниями с ука ука тэн которых просим хотя бы поставить на большую песочницу на что они на одном собрании говорят да будет на другом собрании ну нет не знаем в общем четкого ответа нет что будет у нас единственное что они говорят что кустарники они посадят и что они траву сделают ну газон ну вот немножко взошло уже для нас это уже что-то немного про мопы нам обещали ну по проекту было речные потолки по факту мы имеем черные покрашенные потолки с трубами висящими проводами и лампами на вопрос к стройщику как при приемке они сказали что так и останется речных потолков не будет речные потолки будут только на первых этажах обещали отделку у входной двери панелями с крючками звонком и номером по факту я получила при приемке это получается в начале марта дверь без всего с трещиной и вот буквально сегодня наконец-то что-то сделали с этой трещины также великолепный черный потолок он на всех этажах во всех секциях и сказали что речный потолок будет только на первых этажах это фиаско братан мы зашли в гости в квартиру к мария и сейчас мария поделится впечатлениями от приобретенной квартиры и так что так что не так когда первый раз я увидела квартиру пришла на приемку в марте месяце я была шокирована качеством отделочных материалов потому что это очень эконом и даже когда мы принимали сам подрядчик который вместе с нами по дверям сказал что низкого качества и двери и ламинат а вот по факту у нас было 41 замечание по отделке вообще по всему по квартире что до сих пор подрядчик не исправил это то что у нас санузлах до сих пор нет ни унитаза не раковина которая указана в договоре секундочку давайте здесь уточним то есть вам когда продавали квартиру показывали конкретные материалы из которых будет изготовлен ремонт и вы этого не увидели да потому что по факту же не было ни демо этажа никакого-то там шоу-рума и просто менеджер показывала вот такой вот будет она показала рендер и показывала плитку то есть меня даже есть фотографии этой плитки на самом деле это не эта плитка плитка ламинат и двери просто само качество их потому что ламинат уже взбухший в некоторых местах из из всех дверей у меня две уже не закрываются они покосились причем когда я принимала мне вот как раз подрядчик сказал что вы лучше на двери ничего не вешайте там но вот эти вот крючочки всякие потому что двери не выдержат я даже ничего не вешала все равно двери не выдержали еще вы рассказывали что-то про домофон видимо это реклама было ли что но нам обещали что будет видео домофона везде а по факту у нас трубка обычная и еще телеметрия автоматическая передача данных для управляющей компании и и тоже возможность якобы есть но ее никто не подключил мы смотрим в окно и видим что стену как тебе такое илон маск вот так вот русские архитекторы строят из команды пен у меня главный вопрос что застройщик по этому поводу говорит он собирается исправлять уже исправляет или просто прячется от вас просто прячется от нас и никак не хочет идти на контакт нет ну нет в суд обращайтесь суд ну по некоторым моментам например по моменту с санузлом с унитазом раковины он сказал что напишите заявление мы вам вернем деньгами и оценил это все в 5000 унитаз раковину и плитку нет унитаз и раковина и пенестал для раковины 5000 рублей дорогие друзья вы сами все видели и слышали поэтому мои комментарии будут излишне остается надеяться на то что застройщик выполнит свои обязательства хотя бы в некоторой части ну а я направляюсь к юристу и будем разговаривать с ним что он посоветует как себя вести в такой ситуации и вообще как отстаивать свои права поэтому отправляемся что можно сделать если вы вляпались в такую историю и купили квартиру и не получили то что вам ожидал застройщик а второй он нам расскажет что делать чтобы не вляпаться в такую историю это то что не сделал застройщик возместите нам пожалуйста эти деньги плюс наше время потраченное нужно верно тоже стоит денег получите решение и исполните вот две большие разницы как говорят в одессе какая-то безысходность нарис вырисовывается я купил квартиру в каком-то доме в котором не обещали красоту этой красоты нет и сейчас то что я тебя слышу все это реально но хрен его знает будет или нет когда физические лица граждане с этим сталкиваются они испытывают страдания по этому поводу нравственно это такая формулировка из закона но переживают все